МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известный немецкий мыслитель Фридрих Ницше как-то отметил, что счастье мужчины зовется «Я хочу», счастье женщины он хочет. Здравствуйте! В эфире программа «Факультет наук» о тонкостях мужского счастья мы поговорим сегодня с моим постоянным соведущим, экспертом, доктором химических наук Диасом Морзахожа. Здравствуйте! Сегодня мы постараемся разобраться, что же такое мужское счастье. Обычно счастьем называют высшее состояние радости, чувство упоения от сбывшегося желания, восторженные удовлетворенности от того, что цель достигнута. Поскольку желания и цели у людей различны, то и счастье понимается по-разному. Как определяли понятие счастья философы в древности? Об этом мы узнаем из следующего сюжета. Понимание счастья чаще всего зависит от представлений природы человека, смысла его жизни, назначении, от эпохи и культуры. Так как представления эти всегда были различными, то и счастье трактуется неоднозначно. Философское толкование счастья имеет место со времен античной истории, где существовало два основных представления об этом чувстве. Первое. Гедонистическое направление, или еще его можно назвать субъективным, говорит о счастье как о сиюминутном наслаждении чувственной радости. То есть удовольствие есть мотив и цель всего поведения человека. Второе направление. Эвдемонистическое объективное. Термин «эвдемония» был введен Аристотелем, рассматривало счастье как стремление к полному благу, счастье как мотив и цель всех стремлений. При этом для эвдемонистического счастья обязательно наличие внешнего фактора, внешней оценки со стороны. Сама этимология слова переводится как «судьба человека под покровительством богов». Под объективностью в этом случае подразумевается наличие внешнего, божественного или случайного фактора, который ведет за собой состояние счастья. Кроме этих двух основных подходов, к пониманию счастья каждый философ античности так или иначе касался этого понятия. Еще в первом веке до нашей эры римский философ Ворон насчитал 289 различных точек зрения на счастье. Так, например, для Аристотеля свободное применение своего таланта есть счастье. Для Платона счастье заключается в знании совершенства чисел. Для Цицерона все обладающие добродетелю счастливы. Счастливее всех тот, кто зависит только от себя. Этот список можно продолжать бесконечно. И в каждом новом определении будет какая-то одна точная идея, без которой счастье действительно невозможно. Каждый человек имеет свое представление о счастье. Для одних это материальное благополучие, для других – наличие смысла в жизни. Для третьих – это сочетание множества различных факторов – положительных эмоций, межличностного общения и здоровья. Доктор Диас, что является составляющей счастья, по вашему мнению? Я провожу регулярно семинары, где рассказываю о счастье. И мы стараемся вместе с нашей аудиторией понять, что же такое счастье. И перед началом каждого семинара я раздаю бумагу и раздаю карандаши. И прошу отметить на бумаге по 100-бальной шкале, как они чувствуют себя со стороны счастья. 100 баллов. И почти все пишут 93, 94, 95 – точную цифру. Потом я задаю вопрос, скажите теперь определение счастья. И у всех начинаются расплывчатые, неточные определения. И, естественно, я сразу задаю вопрос. Теперь, когда мы говорим о счастье, вы дали такое расплывчатое определение счастья, а вы поставили сами очень точную цифру. В этом и есть диссонанс. Мне кажется, это очень характерная черта людей, что когда они говорят о счастье, то они сами не могут определить, что же такое счастье. Ну и понятно, мужское счастье – это еще более сложное понятие, чем общечеловеческое счастье, потому что у них свои гормоны, свои цели в жизни и свое понятие счастья. Поэтому, к примеру, когда мы говорим, многие люди думают, что здоровье – это и есть счастье. И пишут, к примеру, там 93 балла. Я всегда задаю вопрос. Если вы поставили 93 балла, вы основываетесь на чем? На том, что ваш последний биохимический анализ крови, ваш последний медосмотр говорит о том, что вы на 93% здоровы, мне кажется, что многие люди тоже не понимают, что такое здоровье. Потому что если вы пройдете тщательный медосмотр, если вы узнаете свой биохимический анализ крови и вместе со своим лечащим врачом начнете изучать свое же здоровье, то вряд ли многие люди смогут поставить себе здоровье около 90 и выше. Поэтому, конечно же, счастье – понятие расплывчатое. Каждый определяет для себя сам. Но я бы придержался бы, конечно, все-таки понятия, которые есть у Организации Объединенных Наций. У них есть 33 общих понятия счастья, 33 индикатора счастья. Вы можете зайти на сайт и посмотреть, что такое Gross National Happiness. Это целое состояние счастья человека. И вы увидите, что о здоровье там только 4 индикатора из 33. А в основном это работа правительства, окружающая среда, состояние семьи. И когда мы начинаем ставить, к примеру, по той же методике, каждому из индикаторов по 3 балла максимум, то у людей выходит максимум от 20 до 60 баллов. Поэтому говорить, что счастье – это простое определение или что-то такое, что можно определить буквально чувством душевным, порывом, то, конечно, такое невозможно сказать. Счастье – понятие сложное. Оно зависит не только от человека самого, в том числе и мужское счастье, но и от той инфраструктуры и от того окружения, которое его непосредственно окружает, и ежедневная та среда, с которой он сталкивается. Поэтому невозможно быть счастливым отдельно взятому человеку, в том числе и мужчине. Какие обстоятельства могут сыграть особую роль для того, чтобы мужчина был счастлив? Многие думают, что счастье в деньгах. Чем больше денег у человека, тем более счастливого. Хотя все последние психологические и биохимические исследования показывают о том, что, конечно, деньги очень важны для человека. Но стоит достигнуть какого-то среднего уровня, после этого уже нет ощущения, что ты вместе с каждым миллионом тенге или миллионом долларов становишься адекватно счастливым. Такого нет. И получается, когда мы говорим о счастье, мы должны знать, что счастье – это баланс материального и духовного. То есть люди, которые говорят о том, что я духовно богат, но у него на завтрак или на ужин нет ничего, что поесть, и нет никакой красивой рубашки, чтобы он мог одеть, то, конечно, этого человека вряд ли можно назвать счастливым. Скорее всего, его можно назвать глупым или недалеким. Есть люди, которые думают, что счастье можно купить за деньги, любовь можно купить за деньги. Материальная часть должна присутствовать, без нее никак нельзя. Но в то же время он должен быть находиться у каждого взрослого мужчины, у каждого человека, все должны знать, что должен быть баланс между духовным и между материальным. И вот именно в нахождении этого баланса и есть счастье человека. Одна из важных составляющих счастья – это улыбка. Улыбка снижает уровень гормонов стресса и артериальное давление. Лицевые мышцы отправляют сообщения, которые изменяют эмоциональные зоны мозга и вызывают расслабление. Удивительно, но улыбка стимулирует хорошее самочувствие мозга лучше, чем шоколад и деньги. И совсем не важно, мужчина вы или женщина, улыбка творит настоящие чудеса. Еще несколько занимательных фактов в следующем сюжете. Наши предки обнажали зубы, стараясь отпугнуть врагов. Сегодня мы улыбаемся, потому что нам хорошо и комфортно. И чем шире улыбка, тем более радостней она кажется. Предлагаем вам подборку занимательных фактов. Улыбка – штука заразная. Если вы начнете улыбаться собеседнику, то и в большинстве случаев он начнет улыбаться в ответ. Это происходит или из-за эффекта хамелеона, когда человек непредумышленно копирует чужое поведение, или из-за эмпатичного эффекта, когда вместе с улыбкой человек перенимает настроение собеседника. Улыбка – выразительное движение мышц лица. Впервые человек начинает улыбаться еще в утробе матери. Американский психолог Пол Экман выделяет 18 типов улыбок. Настоящую искреннюю улыбку подделать невозможно. Искренняя улыбка поднимает уголки губ вверх, а обычная, которую вы контролируете, оттягивает их в стороны. Когда человек улыбается искренне, зачастую одновременно прищуривает глаза. Настоящую улыбку и поддельную контролируют разные участки мозга. Искренняя улыбка вызывает у человека подсознательное доверие к собеседнику и длится в среднем 4 секунды. Улыбка работает в обе стороны. Если вам плохо, заставьте себя улыбнуться. Мозг запустит обратный процесс. В крови повысится содержание эндорфина, и вам станет легче. В английском языке есть термин «smice», который означает улыбку одними глазами. На самом деле, улыбнуться исключительно глазами фактически невозможно. Улыбаться в два раза проще, чем хмуриться. Только улыбка может заставить ваше тело использовать до 53 мышц одновременно, хотя некоторые виды улыбок обходятся пятью. Первые научные исследования улыбок начались в 19 веке. Французский ученый Гиом Бенджамен Аман Дюшен де Булонь пропускал электрический ток через лица погибших людей, чтобы разобраться в работе мимических мышц. Искреннюю улыбку в научных исследованиях часто называют «улыбкой Дюшена». Специалисты Калифорнийского университета доказали, что младенцы улыбаются только тогда, когда есть шанс, что им улыбнутся в ответ. В большинстве стран мира улыбка считается признаком доброжелательности. В США улыбка является жестом вежливости и далеко не всегда выражает искреннюю радость. В некоторых восточных странах улыбка может означать победу над трудностями и крепость духа. В Японии, к примеру, могут улыбаться даже на похоронах. Тем самым человек подчеркивает, что он с мужеством переносит потерю. Женщины улыбаются чаще мужчин. Люди, которые часто улыбаются и смеются, отличаются большим долголетием. Это связано с тем, что улыбка улучшает циркуляцию кислорода и артериальное давление. До сих пор ведутся споры, умеют ли животные улыбаться. Некоторые ученые утверждают, что улыбки зверей – всего лишь иллюзия. Наш мозг сам дополняет увиденную картину, делая ее более понятной. Улыбка является наиболее узнаваемым выражением лица. Люди могут распознать улыбку на расстоянии до 100 метров, что делает ее самым легко узнаваемым выражением лица. Улыбка усиливает вашу иммунную систему. Ваше тело более расслаблено, когда вы улыбаетесь, что способствует хорошему здоровью и укреплению иммунной системы. Улыбка – это универсальный признак счастья. Несмотря на то, что рукопожатие, объятие и поклоны имеют различные значения в разных культурах, улыбка известна во всем мире и во всех культурах как признак счастья и одобрения. Если рассматривать теорию о том, что все состояния человеческой психики от любви до депрессии обеспечиваются химическими реакциями, то естественно, что они происходят благодаря разнообразным внутренним и внешним факторам. Поэтому однозначного ответа на вопрос, от чего зависит счастье – от внешних обстоятельств или от внутренней химии – нет. Говоря о биохимии мужского счастья, какие основные элементы вы бы выделили? Я думаю, это в первую очередь питание. Нужно сбалансированное питание, где достаточно натуральных витаминов, не химических, ни в коем случае не из аптеки. Должны быть натуральные витамины, которые мы добываем непосредственно и близости географически от места проживания. То есть, грубо говоря, все должно быть наше казахстанское. Потом должно быть обязательно баланс жирной диеты, белковой диеты и клетчатки. То, что мы говорили в разных наших передачах. Без этого никак нельзя. Ну и в то же время не увлекаться углеводами. Человек, особенно мужчина, когда у него есть лишний жир в неправильных местах, которые не должны быть у него, если он потребляет, к примеру, пиво, квас или много дрожжей, то у него накапливается эстроген, и он становится меньше мужчины. А для того, чтобы он был более счастливым, у него должно быть много тестостерона. А чтобы был тестостерон, он должен кушать, в первую очередь, белковую пищу и жирную пищу. Но при этом обязательно должен, конечно же, соблюдать, во-первых, норму, и, во-вторых, обязательно должен заниматься физической культурой. Толстый мужчина не может быть счастливым. Это уже с точки зрения биохимии. Я бы хотел обратить внимание на два важных гормона – это норадреналин и кортизол. Важно держать их количество в норме, то есть ни в коем случае очень сильно не переживать. И самое главное, что я по своей жизни понял, это базируется не только на моем собственном мнении, а базируется на тех работах, которые я читал. Если мужчина все-таки сдерживает себя и в каких-то ситуациях оставляет вот эту вот свою злобу внутри, то норадреналин и кортизол, они оказывают свое отрицательное действие как на психику человека, так и на биохимию человека. Ученые подсчитали, что получасовая тренировка может сделать человека счастливее на полтора-два часа. Причем у мужчин эта закономерность четче прослеживается. С чем это связано? Это связано с нашим гормональным фоном и той задачей, которую природа предопределила для нас. Все-таки, если мы говорим о природе происхождения мужчины и женщины, женщины, как правило, сидели дома, как правило, занимались собирательством, то есть или домашним хозяйством. А на мужчине лежала задача добывать мясо, добывать еду и охранять свое жилище. Вот эти же задачи, в принципе, сегодня до сих пор и лежат на счастливом мужчине. Если мужчина хочет быть счастливым, он должен выполнять эти обязанности. И обязательно должен ходить в спортзал, заниматься активной физической культурой. Потому что с точки зрения современных же исследований, мы можем избежать диабета второй степени, мы можем избежать психологических проблем, мы можем избежать психических проблем. Наш гормональный фон восстанавливается как минимум полчаса аэробных занятий, а еще лучше силовых занятий. На таких, так, чтобы было обязательно сопротивление. Потому что та мышечная радость, которая приходит во время силовых занятий, это и есть то биохимическое счастье, которое приходит к мужчинам после того, как мы правильно попитаемся, покушаем и правильно позанимаемся в спортзале. Согласно последней статье, которая опубликована в журнале Journal of Strength and Conditioning Research, мы можем сказать, что та же спортивная активность, она действует и на твою привлекательность. Действует на то, что даже как ты спишь. Потому что те мышцы, их тонус помогает нам спать не храпя. И помогает нам правильно и хорошо выспаться за те 7 или 8 часов, которые нам минимально мы должны, наверное, все-таки высыпаться. Хотя, конечно, это тоже зависит от индивидуальности человека. И также спортивные наши успехи помогают нам сжигать калории в правильных местах. То есть наша фигура становится действительно атлетичной и привлекательной, как в первую очередь для самих себя и в то же время для окружающих. Есть ли разница в биохимических процессах мужского и женского организма? С точки зрения биохимии, с точки зрения даже химии, к примеру, эстроген и тестостерон – это родственники. Они так похожи друг на друга, что без очень дорогостоящих приборов невозможно их отличить друг от друга. Но в то же время есть и маленькие мостики, которые мешают нам различить между женщиной и мужчиной. И именно эти маленькие биохимические и химические мостики говорят о том, что мужчина и женщина все-таки действительно, наверное, с разных планет. И биохимические они отличаются так сильно, что даже психологически они начинают различаться и не только визуально, и психологически они различаются очень сильно. Поэтому, когда мужчина начинает заниматься женской работой, а женщина начинает заниматься мужской работой, это наносит ущерб не только с точки зрения биохимии человека, но и в то же время отражается на его или на ее психологию. Поэтому счастье мужское заключается в том, чтобы мужчина делал мужскую работу, чтобы мужчина был похож на мужчину и соответствовал тому статусу мужчины, который ему дарован исторически и веками. Согласно социальным исследованиям и опросам, одним из самых счастливых моментов жизни женщины назвали любовь и свадьбу. Хотя счастливых мужчин больше среди женатых, чем счастливых женщин среди замужних. Дело в том, что женщины ценят брак выше мужчины и прилагают больше усилий для того, чтобы сделать своего мужчину счастливым. А мужчины склонны считать свое материальное и социальное положение залогом счастливой семейной жизни и даже обязательным ее основанием. Вот поэтому их усилия по большей части направлены на достижения вне семьи. В следующем сюжете предлагаю узнать мнение эксперта и разобраться в мужской психологии. Кто такой мужчина и с чем его едят? Как же понять среднестатистическое вымирающее существо, носящее брюки и бреющие бороду? На этот и другие вопросы ответит нам эксперт, психолог и просто хороший человек Дмитрий Архипов. Первое – это признание мужчины-мужчины, что ты мужчина, если ты сказал так, значит так. Если ты сказал нет, значит нет. Вот когда женщина научит тотально принимать мужское да-да, а нет-нет, то тогда это один из таких главных постулатов. Второе – это признавать на вот это близкое понятие решения. То есть если мужчина принял это решение, то я его не оспариваю. Мужчина и женщина – это две разные планеты. Когда они начинают вращаться на одной орбите, происходит столкновение. Таковы законы гравитации, которые действуют не только в астрономии, но и в жизни. И тогда мы вспоминаем различия между мужской и женской психологией. Женщина – это скорее, мы можем представить в виде метафоры – это вода. Вода, она просто разливается, либо женщина – это земля, которая просто произращает, просто творит и все, не требует ничего. В отличие от мужчины, то мужчину мы можем представить в виде метафоры – кувшина. То есть это некая четкая структура, это логика, это четкие определенные формы. И поэтому, если переходить уже вот именно в взаимоотношение мужчины и женщины, то когда встречается мужчина и женщина, то женщина следует принять ту форму, которой является мужчиной. И тогда эта семья будет либо пара очень счастлива. То есть когда никто никого не меняет, просто все понимают, что я вода достаточно, я растекаюсь. А ты, мужчина, твоя задача – меня собрать и держать. А задача женщины – наполнить мужчину. То есть мужчина, он по сути вроде бы кувшин, но он пустой. И это пассивная составляющая. Вода, она движение, она постоянно течет. Кувшин он просто стоит. Вот если разбирать мужчину и женщину, то мужчина – это пассивное существо, а женщина – это активное существо. И задача женщины – это активизация мужчины. Практически все женщины хотят, чтобы мужчина, который находился рядом, был счастливым. Тогда что же нужно представителям сильной половины, чтобы в полной мере наслаждаться своей жизнью? Ну, если мы сделаем ставку на мужчине, то что нравится мужчине? Мужчине нравится, когда он признан в этом обществе. То есть когда, ну, если брать такую вот классическую модель пирамида Маслоу, да, это четвертый уровень, что есть некоторое признание того, что он чего-то достиг, чего-то добился. Для мужчины очень важно чего-то достигать. Для мужчины очень важна социальная сфера, в которой он себя реализует. Ну, это уже такой вот пятый уровень, по-моему, слово – это самоактуализация, самореализация. То есть когда мужчина достигает своих целей. Безусловно, понятие счастья у каждого свое. Кто-то видит его в сытой и спокойной жизни, а кто-то в вечном поиске борьбе. Более того, у счастья нет устойчивого состояния. Оно подвижно и изменчиво, как сама жизнь. Доктор Диас, какие действия нужно предпринять мужчинам, чтобы улучшить свой индекс счастья? Ну, во-первых, надо быть социально активным человеком. И надо сделать так, чтобы то общество, в котором человек живет, оно изменилось к лучшему. Чтобы та инфраструктура, те дороги, те школы, больницы, которые должны обслуживать этого человека, только через социальную активность они могут быть улучшены. И поэтому человек поднимет как свой статус счастья, так и всего общества. Поэтому не надо думать, что я с краю, от меня ничего не зависит. Любой мужчина должен знать, что от него как раз-таки зависит. И когда мы говорим об океане, конечно же, да, что каждый человек – это просто капля в океане. Но с другой стороны, океан, он и сделан из этих капель. Поэтому если не будет этих капель, то не будет и океана. Поэтому каждая гражданская позиция любого мужчины должна быть очень твердой. И он должен знать, что от него много зависит. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, это правильный образ жизни. Это правильное питание. Правильная физическая активность человека. И третье – это, как мы говорили в начале нашей передачи, что обязательно рядом должна быть спутница, верная спутница, любимая спутница. Та, которая дорога ему, и ты знаешь, что ты дорог ей. Вот эта вот часть, она тоже очень важная, потому что без семьи невозможно говорить о мужском счастье. Через несколько секунд мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Существует расхожее мнение, что если женщины хотят любви, то мужчины предпочитают интимную близость. А какие составляющие мужского счастья могут назвать жители нашего города? Узнаем из следующего сюжета. Все мы привыкли к устойчивому выражению «женское счастье». Многие наслышаны о нем, но если есть женское, значит и существует и мужское. Тогда отсюда следует вопрос, что же нужно мужчинам, чтобы в полной мере наслаждаться своей жизнью? На этот вопрос мы попросили ответить прекрасную половину человечества. Я думаю, что у каждого мужчины по-разному, так как и у женщины, что для него самое важное, то и является женским счастьем. Для женщины могут быть, я не знаю, покупки, это тоже счастье. Для мужчин немножко все по-другому. Мне кажется, что мужское счастье, оно как бы более целенаправлено, чем у женщин. У женщин, может быть, и по мелочам, а у мужчин уже все поставлено, они знают, что это вот счастье для них. У кого-то семья, у кого-то здоровье, а у кого-то деньги, машина, квартира – это тоже счастье. Лично для моего папы, потому что для моего папы, я могу сказать, что для него самое главное – это чтобы его семья была здорова, сыта. Счастье, мое мнение, это когда в доме мир, порядок, хорошо приготовлено, жена ему внимание уделяет. Мне кажется, мужчине больше ничего не нужно. Мужское счастье – это когда рядом подруга, которая отвечает всем, его требования, красивая, приятная, с которой везде легко и хорошо. Главное, чтобы у него здоровье, во-первых, было, во-вторых, чтобы половинка хорошая была. Дети, счастье, семья, любящие женщины, все. А что думают наши мужчины? Отчего они чувствуют себя счастливее? Что явно улучшает качество их жизни каждый день? Работа, стабильная работа, семейная жизнь тоже. В первую очередь, конечно, это жить, это счастье, здоровье – это счастье. Иметь детей – счастье, иметь внуков – счастье, иметь работу – счастье. Семья. На Западе ученые любят проводить различного рода исследования. Например, что касается вопросов секса для мужчин, были проведены исследования, многие ли мужчины считают себя счастливыми в браке. И каков возраст наиболее счастливых из них? Выяснилось, что мужчины в возрасте 37 лет наиболее счастливы. Исследованием занимались ученые из Великобритании. И по их данным, мужчины ощущают себя более счастливыми, когда в их жизни есть стабильность, рутина, постоянные и долговременные отношения с женщиной. При этом в нашем регионе многие мужчины – сторонники полигении. В казахском обществе все ошибочно думают, что у нас развита была, по крайней мере, полигамия. Но полигамия – это когда мужчина может брать несколько жен, и женщина может брать себе несколько мужей. А полигения – это когда только мужчине разрешается брать несколько жен. Вот такое было распространено в казахском обществе. И это было обусловлено тем, что мы как бы транзитное государство, все время жили в состоянии войны, то с одним, то с другим врагом. И мужчин было не так много, поэтому те женщины, которые оставались вдовыми, те женщины, которые по каким-то другим причинам не могли найти себе мужа, то, получается, они находили себе очаг в готовой семье, там, где уже есть жена, одна или две, возможно. И это был тоже уклад жизни, который называется полигиния. Если спросить большинство мужчин, об этом укладе наверняка мечтают большинство мужчин, и это, наверное, и есть тоже часть мужского счастья. Здесь, конечно же, большинство женщин не согласны с этим счастьем, но, тем не менее, такая позиция у большинства мужчин есть, и эта позиция тоже, как бы, наше счастье заключается в полигинии. Хотя, конечно, так об этом нельзя говорить, потому что можно иметь и сто жен, и быть не несчастливым. Но в то же время мы должны знать, что это явление имеет место, и это явление, оно оказывает на психологию практически каждого мужчины. Поэтому полигиния – это и есть часть мужского счастья. Но, конечно же, это не значит, что мои слова надо принимать как призыв к действию. Это ни в коем случае не призыв, а дело в том, что в первую очередь надо найти себя в одном браке с одной женщиной и сделать так, чтобы твое мужское счастье, оно имело место быть. Поэтому это не руководство к действию, а призыв к тому, что вы должны найти себя в одной ячейке этого общества. Если вернуться к сексуальной активности мужчин, как мы знаем, здесь очень важную роль играет тестостерон. Недавно вышла статья в журнале Journal of Clinical Medicine, где каким-то образом ученые все-таки почитали, какое количество актов проводит мужчина в среднем за свою жизнь. Я внимательно прочитал экспериментальную часть, но, честно говоря, так и не понял, как они посчитали это. То в среднем у каждого мужчины получается 4296 актов за всю жизнь. Исследование проводилось в Европе, исследование проводилось в Северной Америке. По моим знаниям, все-таки, наверное, мы живем в южных краях, и, наверное, эта цифра должна быть как-то выше у нашего людо, потому что все-таки мы кушаем больше жира, больше мяса, и это должно сказываться на уровне тестостерона, на уровне активности каждого мужчины, который проживает в нашей географической части и поддерживает вот ту диету, которая была у нас веками. Как бы часто вы не занимались этим со своей женой, важно здесь не количество, а важно качество. Поэтому, если даже мы будем ориентироваться на эту публикацию, то мы должны знать, что количество этих актов, оно ограниченное. Поэтому надо ценить каждый из этих актов. Для чего? Для того, чтобы запомнить и чтобы это было действительно событием в жизни каждого мужчины и сделало каждого мужчину более счастливым. Когда мы говорим о тестостероне, мы должны знать, что у толстых, жирных мужчин, которые обладают более жировой массой, у них тестостерон очень низкий. То же самое можно сказать при очень худых людей, потому что худые мужчины, они потребляют мало жира, потребляют мало белков и очень мало углеводов. Поэтому чисто с биохимической точки зрения тестостерону не из чего создаваться, то есть нет химической реакции. Поэтому здесь важна очень середина. Во-первых, это диета, правильная диета, насыщенная белками животного происхождения. Поэтому, к сожалению, у тех же вегетарианцев большие проблемы с тестостероном, потому что у них нет достаточного животного белка. И также мы говорим о том, что должны быть насыщенные жиры. Когда мы говорим о тестостероне, насыщенные жиры не ненасыщенные, не полиненасыщенные, а должны быть именно насыщенные жиры, то есть то, что есть в бараньем жире и то, что есть в конском жире в первую очередь. Также мы должны знать, что очень долгое воздержание тоже вредит для человека, для мужчины, поэтому здесь тоже очень важна активность, и активность она важна не только с точки зрения воспроизводства тестостерона и получения какого-то удовольствия, но мы должны знать, что тот же рак простаты происходит из-за чего? Из-за того, что застой как раз в области простаты, а застой не бывает только тогда, когда ты ведешь регулярную половую жизнь. Хочу сказать, что высокий уровень тестостерона, он никак не влияет отрицательно на мужчину, и здесь бояться нечего. Низкий уровень тестостерона, это, конечно же, проблемы сразу же и с удовольствиями, и с мужским счастьем, но и в то же время проблемы с онкологией возникают. Эти люди, у которых низкий тестостерон, к сожалению, они более подвержены онкологическим заболеваниям. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, во время секса умирают ежегодно 50 тысяч человек, и в большинстве случаев эта статистика касается именно мужчин. Их число составляет 90%. Любопытен факт, что 75% случаев этих смертей происходят в моменты измены женам. Врачи подчеркивают, опасность летального исхода у мужчин выше, чем у женщин, на 20%. И основная причина таких случаев кроется в состоянии кровеносно-сосудистой системы людей. В следующем сюжете вас ждет экспертное мнение о мужской силе и здоровье мужчины. Тестостерон Что определяет мужчину? Отнюдь не первичные половые признаки. Мужчину делает мужчиной гормон тестостерон. Что же представляет собой тестостерон? Каковы его нормальные показатели? И насколько решаема проблема гормонального дефицита? Тестостерон – это важнейшая часть вообще совокупности жизни мужчины. Что есть важнейшая часть? Тестостерон отвечает за все у мужчины, начиная от настроения, заканчивая его непосредственно мужскими функциями и обязанностями. Если уровень тестостерона у нас будет низкий, соответственно, мужчина будет не совсем мужчиной. Отсутствие или снижение либидо у мужчин – одно из самых распространенных нарушений в половой жизни. Пониженное влечение может встречаться и у молодых людей. Женщина является тот же самый уровень тестостерона. По совокупности многих причин снижение может быть не связано с урологией или не связано с мужским здоровьем. Вот это может быть связано и с наличием психологического фактора – стресса. Мужчины, к сожалению, сложно выходят из стрессовой ситуации и не всегда готовы противостоять внешней агрессии окружающей среды. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Для этого существуют профилактические осмотры, которые на ранних сроках и этапах могут определить то или иное заболевание и вовремя его побороть. Мужчины ходят к врачу в три раза минимум реже, чем женщины. 15% в мире бесплодных браков. В Казахстане у нас 16% бесплодных браков. Из них, если раньше мы говорили о том, что женщины являются чаще всего причиной бесплодного брака, то есть отсутствия детей, это примерно 60-70% женщин. Да, и около 30% мужчин, то сейчас мы можем смело утверждать, что примерно в 50% случаев виноваты в этом сами мужчины. Американские ученые полагают, что частное посещение саун и парных негативно влияет на функции мужской репродуктивной системы. И наш эксперт подтверждает данную гипотезу. Вопрос касательно банных процедур, естественно, я хочу сказать одну вещь, что температура в мошонке, там, где хранятся самые важные для будущего потомства органы, это тистикулы или яички мужские половые, температура 1 градус ниже, чем температура тела. И первым делом, когда вы идете в баню, температура тела повышается, естественно, в парилке или в сауне вы начинаете греться, использовать веники, бить, поддавать пару, жару и так далее. При любой температуре выше, допустим, 38 градусов, если нагревается, да, ваша мошонка и органы, находящиеся в них, тистикулы, подвижность и качество сперматозоидов, которые находятся там же и там же созревают, там образуются, резко снижаются. Поэтому вероятность возникновения беременности у этих мужчин, которые любят или злоупотребляют посещением бани или сауны, где температура выше естественной среды обитания людей, может пагубно сказаться на его возможности от отца. Снижение сексуального влечения или другие трудности полового акта, безусловно, стресс для мужчины. Однако нет причин воспринимать ее трагически. По мнению врачей, непоправимых случаев подобного рода практически не встречается. Самое главное, не откладывайте визит к доктору, если вы заметили у себя признаки дисфункции. Ведь чем раньше начнется лечение, тем скорее вы будете в полной мере наслаждаться жизнью. Некоторые утверждают, что счастье так заразно, что мы можем даже подхватить его через социальные сети. Впрочем, как и грусть. Это подтверждает и совместное исследование Гарвардской медицинской школы и Университета Калифорнии в Сан-Диего. По результатам которого выяснилось, что счастье в какой-то мере зависит от людей, которых вы знаете, и людей, которых знают они. Правда, я все же придерживаюсь мнения, что счастье в руках самого человека. Доктор Диас, какие советы вы бы дали мужчинам, чтобы стать чуточку счастливее? Или женщинам, чтобы сделать мужчину счастливее? Самое главное, конечно же, это быть активным физически, социально, гражданско активным. Потреблять правильные продукты, регулярно смотреть программу факультет наук. Ну и все-таки, мне кажется, самое главное, отделять мужское счастье от женского счастья нельзя. И когда говорим мы о женском счастье, я не имею в виду это комнатное растение, а имею настоящее человеческое женское счастье. Мужское счастье неотделимо от женского счастья. Только тогда оно будет полным, когда мужчина и женщина найдут друг друга и заживут любовью, начнут проживать ее счастливо. Только тогда мужское счастье будет полным. Счастье – это ритуал, который нужно определить, создать и поддерживать. Дорогие мужчины, умейте быть счастливыми уже сегодня. На пути к цели, к мечте не надо забывать, что счастье – это сама жизнь. А я от всей души хочу пожелать мужчинам настоящего мужского счастья, и чтобы все мужчины были счастливы рядом с женщинами. Смотрите нас каждое воскресенье на телеканале ХИТ-ТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!